Добрый вечер. Тема сегодняшней лекции Маршал Маклювин и даже вот его знаменитое высказывание «The medium is the message». И я начать хочу, знаете что, воззвать к вашему состраданию. Вот, ну, все мы люди живые, мы люди с эмоциями, у каждого есть свои симпатии, антипатии, предпочтения. Ну вот вы пришли на мою лекцию, и вы же вольные люди. Вот не нравится вам тема лекции, вы встали, ушли. А не нравится вам сам лектор, тем более встали, ушли, да еще что-нибудь крикнули такое злое в его адрес, что было бы справедливым. А я никуда отсюда уйти не могу, я прикован цепью обязанностями своими. И я должен про Маршала Маклюина сегодня рассказывать, как бы он мне не был не симпатичен. А у меня с ним действительно как-то отношения, ну, не сложились, да. Ну вот разные есть философы, художники, авторы, есть замечательные, которых я люблю, и мне приятно про них рассказывать. Но почему у меня такие сложные отношения с Маршалом Маклюином, я не знаю. Хотя вроде бы замечательный автор, интереснейшие концепции, концепции, которые оказали огромное влияние на всю современную культуру и философию. Казалось бы, да, только и рассказывать про него. Но почему-то меня вот какое-то оцепенение схватывает, окаменение, и я вот как-то теряюсь. Поэтому, пожалуйста, будьте ко мне снисходительными. Если я вдруг не очень хорошо справлюсь с сегодняшней темой, то как-то я не знаю. Вот еще раз, вызываю к вашему состраданию. Итак, давайте, чтобы мне хоть как-нибудь вот по-человечески, вот по-живому к этой теме отнестись, давайте на его имя обратим внимание. Вот именно вот Маклюин, да. Правильно ли я его написал? Это же вот я по-русски написал, да. Вот, вы знаете, действительно, это довольно такая уже даже ставшая традиционной проблема, как написать имя маршала Маклюина, потому что есть... Ну, это, наверное, самый распространенный способ, как это сделать. А можно по-другому. Поскольку Мак – это такая шотландская приставка в имени его отца и всей его семьи, то, наверное, можно это Мак написать Мак Дефис-Люин. И так иногда пишут, и даже книги выходили с таким именем, да. Можно спорить по поводу того, как правильно вот этот звук передать Ю или У. Маклюин или Маклюин. Тоже и так, и так пишут, да. А иногда можно услышать такое жёсткое, как его называют, фрикативное ГМ, Маклюин. Так тоже говорят. А другие говорят, что там нужно такое вот мягкое Х, Маклюин. И они все правы, да. А как нам-то вот существовать в этой ситуации? То есть истины нет. И этому, в общем, была предыдущая, вернее, лекция прошлого года посвящена. Всё симулировано. Если ещё внимательно присмотреться к этому имени и порассуждать, там, повспоминать, попытаться найти какие-то ассоциации, тем более шотландские корни прозвучали, да. Не является ли его родственником наш знаменитый путешественник Миклуха Маклай? А если почитать про Миклуха Маклая, выяснится, что там это Миклуха, это Михаил, а Маклай – это Николай. Но это иностранные имена, которые вот так обрусили у нас и в такое превратились. Но нет, не являются они родственниками. Возможно, какие-то далёкие шотландские корни у того и другого. Но, к счастью, не придётся рассказывать сегодня про Миклуха Маклая. Это меня бы спасло, понимаете? Я бы, может быть, там про тузенцев, папуасов, что-то такое. И то было бы замечательно. Вот, давайте обратимся, когда совсем тяжело в лекции, можно обратиться к кинематографу, можно какое-нибудь видео показать. Я вам сейчас покажу видео. Кстати, фильм, который я тоже не смог досмотреть до конца. Это фильм замечательного режиссёра Вуди Алина. Но Вуди Алин сам по себе не подарил. Иногда он такое там натворит, что какой-то сюжет тебя удивит и вдохновит. А весь фильм покажется таким тяжёлым камнем, который на душу твою ляжет. Это непонятно, что с этим делать. Вот. Ну, помните, недавно я показывал из последнего фильма, где там Ханна Аронт была в книжечке написана, да? Что перед убийством прочти банальный зла Ханна Аронт. Серьёзная тема. А вот это один из первых его фильмов, вернее, первый его, по-моему, режиссёрский опыт, если я не ошибаюсь. Фильм называется «Энни Холл». И, собственно, Вуди Алин его снимает про самого себя, про стендап-комика, каковым он до этого, в общем-то, и являлся. И про его отношения с женщиной, между ними какие-то довольно сложные такие ситуации возникают. И вот там есть такая сцена, как они стоят в очереди в кинотеатр вдвоём. Они собираются на фильм. Перед этим они не попали на какой-то фильм Феллини, по-моему. Они стоят в очередь на другой фильм, в очередь в кассу. И между ними написанный диалог с самим Вуди Алином, что они должны друг другу сказать. Они как-то там друг с другом почти ссорятся. И возникает такая тема, что всё время какие-то интеллектуальные отсылки. И Вуди Алин придумал, что в этой сцене ему нужно то, что называется камео. Камео – это такая эпизодическая роль, как правило, в кино, когда приглашается какой-то известный человек и играет самого себя. И поскольку они то ли не попали на Феллини, то ли идут на Феллини, ему захотелось самого Феллини иметь в этом отрывке. Но Феллини отказался. Нет, и не буду, и всё. Кто ты такой ещё? Подумаешь, пригласил. Нет, не пойду. Тогда он пригласил Бенуэля. Бенуэль тоже отказался. Ну и Вуди Алин стал думать, ну кого такого знаменитого пригласить, чтобы вот уж точно, чтобы все про него знали, все про него говорили. Вот, маршала Маклюина. И он приглашает маршала Маклюина, а тот живёт в Канаде, в Торонто. Тут любезно согласился, прилетел, отыграл свою роль, которая длится ровно 15 секунд, даже меньше, по-моему, и улетел. Вуди Алин посмотрел материалы и сказал, никуда не годится. Надо переделывать, переигрывать. И вызывает его ещё раз. А маршал Маклюин, он очень симпатичный, всё-таки, несмотря на мои с ним сложные отношения, он очень симпатичный, отзывчивый человек. Он прилетел ещё раз. И вот сохранились такие воспоминания участников съёмочной группы, что Алин раздражённый и очень холодно себя с ним вёл. Не то, что как бы вежливо просил, ну давайте вот так попробуем. Нет, вот так сделать надо, и всё. Я вам сейчас покажу этот отрывок из этого фильма, причём я специально подготовил его в двух вариантах, потому что у нас тут уже прозвучала тема перевода на русский язык. Я сначала покажу вам кусочек, где произносится имя Маклюина по-русски, а потом покажу с английской фонограммы, и там будут субтитры. Ну и, пожалуйста, вот в первом отрывке прислушайтесь к произношению имени Маклюина, и никогда больше не смотрите фильмы с закадровым переводом голосом, потому что нелепее ничего быть не может у нас. Не бывает хороших переводов голосом. Старайтесь смотреть оригинальную фонограмму. Лучше, конечно, её понимать, но если нет такой возможности, то тогда с английскими или французскими субтитрами или немецкими, а если и так невозможно, то с русским. И вот я вам как раз русские субтитры и приготовил. Но кто ко мне поступал в моей группе, он помнит, что я неоднократно произносил такую фразу. Если во всяких фильмах позволяют себе чёрти что в этом переводе, как угодно ошибаются, врут, переиначивают, то почему я тоже так не могу сделать? Потому что я сделал свои субтитры. Но я был бережен к Вуди Аленову и добр к нему, и поэтому я только всего лишь одну строчку поменял. Но не буду говорить, какую. Увидите. А? Ну попробуйте. Не знаю, получится у вас, не получится. Итак, первый, значит, с русским отрывок, где произносит имя Маклюина. Маршал Маклуган с позиции его, то есть, напряжённости, страстности, а не, скажем... Чего бы я только не дал за большую кучу конского навоза. Что делать, если застрянешь в очереди в кино с таким типом позади тебя? Просто можно с ума сойти. Почему я не могу высказать своё мнение? Он может высказать. Зачем высказывать его так громко? Неужели не стыдно разглагольствовать? И забавно то, что ничего вы не знаете ни о Маршале Маклугане, ни о его работе. Вот. Ну, здесь, конечно, все персонажи интересны. Там две пары, да? И вот та пара, которая стоит позади, с тем молодым преподавателем, который как раз про Маклюина пытается что-то рассказать, у него он пришёл с девушкой. Вот мне кажется, эта девушка, она самая интересная в этом эпизоде. Как она себя держит? То есть ей... Вот она буквально страдает. Вот, пожалуйста, титры трудно прочитать, а ещё к тому же обратить внимание на эмоции девушки, это вообще уж непосильная задача. Хостел gesture that is to me. Я знаю, потому что наш сексуал проблем, да? Все, кто-то в ней в Нью-Йорке должен знать наш rate of intercourse. Это как Samuel Beckett. Я admire the technique, но это не меняет на гут-левел. Я бы хотел с этим гут-левел. Стоит, Альб. Он спит на мою голову. 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 И ты знаешь, что еще одна? Ты так эго-центричь, если я не могу с моей терапией, ты можешь только подумать о том, как это в вашем уровне. Это велтеншанг. Это было на первой встрече, это было в интернете с англандами пострадавшего в интернете в Нью-Йорку в книжку 30-ish academic wishes to meet woman who's interested in Mozart, James Joyce, and sodomy. What do you mean our sexual problem? I mean, I'm comparatively normal for a guy raised in Brooklyn. Okay, I'm very sorry. My sexual problem. Okay, my sexual problem, huh? I never read that. That was Henry James, right? The sequel to The Turn of the Screw? It's the influence of television. Now, Marshall McLuhan deals with it in terms of it being a high intensity, you understand? He had a hot medium as opposed to a clint, which he uses essentially winter. What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute. Why can't I give my opinion? It's a free country? He can give you. Do you have to give it so loud? I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Oh, really? Really? I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insight into Mr. McLuhan will have a great deal of validity. Oh, do you? Well, that's funny, because I happen to have Mr. McLuhan right here. So, yeah, just let me, let me, let me, come over here a second. Oh, I heard what you're saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. I hope that it's not me. You know what I'm saying. You know what I'm saying. Если бы на каждой лекции, какие бы у меня отношения не были с тем философом или художником или поэтом, про который я рассказываю, вот он выходил бы из-за этой ширмы и говорил мне все ласковые слова, которые он по поводу моей речи здесь думает. Я был бы только рад, это было бы замечательно.